МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельский областной центр народного творчества отметил свое 80-летие. Праздник под названием «Скрыниц животворных» прошел в Театре кукол. Его посвятили любительскому творчеству и Дню работников культуры. Гостей вечера встречала выставка декоративно-прикладного искусства народных мастеров области, а также живая музыка и народные бытовые танцы. Желающие могли также продегустировать блюда региональной кухни. Во время праздничного концерта коллектив учреждения принимал подарки, поздравления и благодарности, в том числе от Министерства культуры. Гомельщина культурная. В областной библиотеке имени Ленина состоялась презентация двухтомного фотоальбома. В первой части можно найти снимки и информацию о традициях и обрядах нашего региона. Вторая посвящена современному фестивальному движению Гомельской области, которая часто становится площадкой для проведения региональных, республиканских и международных мероприятий. Издательство «Гомельская правда» планирует продолжить серию «Гомельщина культурная» новыми альбомами. В картиной галереи Гаврила Ващенко открылась выставка светлогорского художника Сергея Коваля. На ней представлено около 30 работ разных лет. Основную часть представляет серия «Мои друзья». Картины, посвященные известным художникам Пикассо, Шагалу, Ван Гогу, Модильяне и другим. Сергей Коваль работает в направлении примитивизма и наивной живописи. Его творчество известно не только в Беларуси, но и за рубежом. Картины экспонировались в Польше, Франции и Китае. Невероятным концертом в Гомеле отметили 250-летие со дня рождения всемирно известного композитора Людвига Ван Бетховена. Для любителей классической музыки Гомельский симфонический оркестр подготовил программу «Бетховен 5 в 1». Впервые за один вечер в трех отделениях были исполнены все пять фортепианных концертов маэстро. Мероприятие открыло шестой форум классической музыки.